как лайк на пост или фотографию перевести на телефонное собеседование о бизнесе. И Юля сегодня очень правильно сказала, что на самом деле, придя сегодня, в первый же день, организовав, открыв личный кабинет, вы можете развивать свой бизнес и уже создавать свой бак, базу активных клиентов и создавать, в первую очередь, искать себе партнеров по бизнесу. Поменяв просто аватарку, вспомните, сколько лайков собирает ваша аватарка, если вы поменяли фотографию. На самом деле, у меня вот получилось последний раз на каждой страничке в Одноклассниках 80 и ВКонтакте 80, и это не все одинаковые люди, потому что разные люди на страницах, то есть, соответственно, 160 человек. И поговорив с каждым человеком, да, я могу сделать 160 предложений за день. И за день, да, или там за два дня, чтобы не превысить порог переписок, но на самом деле это не будет считаться спамом, потому что с каждым человеком вы будете вести разговор. И сейчас я вам покажу технологию, как с лайка перейти на бизнес-предложение. Сделать предложение, да, что мы поговорим, да, назначить телефонное собеседование плюс ко всему. Так, вот это, так скажем, наше предложение, бизнес-предложение, вокруг которого строится вся информация, которую вы будете давать людям, да. Это костяк, скажем так, это не один шаблон, по которому вы будете делать предложение, потому что на самом деле оно очень красивое, но мы не можем именно этот текст дать всем подряд, потому что студентам он, например, не всегда подойдет, да, он подойдет, наверное, больше директору завода. У кого зависло, перезагрузитесь. И наше основное бизнес-предложение, оно звучит так, что я работаю дома или удаленно, кто как понимает, да, 2-3 часа в день. Мы раскручиваем сеть интернет-магазинов в СНГ. Я предлагаю тебе открыть филиал такого магазина. Твоя работа заключается в том, чтобы создавать клиентскую базу через социальную сеть. Какая у тебя социальная сеть, мы спрашиваем, да. И ты будешь делать то же, что и всегда, писать письма, выкладывать фотографии, писать посты, но при этом ты будешь получать деньги. Это наше бизнес-предложение, которое мы несем в массы. Но на его базе, да, будет строиться предложение для разных людей абсолютно, да. И те люди, которые есть, там мы видели 100 человек, да, 106, у кого-то 250, у кого-то 300 человек, да, на вашей страничке друзей. Мы не можем его сделать совсем одинаково всем, да. Но и написать, например, можно так. То есть очень рада, если вам человек поставил лайк на аватарку, как мы заводим с ним беседу. Да, очень рада, что ты меня еще помнишь, например. То есть мы здороваемся. И переводим. У меня к тебе дело. Я недавно устроился на удаленную работу, да, то есть вы работаете удаленно. Это первый пункт, который нужно обозначить там, что работа ведется онлайн. Сейчас планирую выйти на зарплату 15 тысяч рублей. Вы можете планировать свой доход, правильно? Конечно, вы можете планировать, да. Недавно позвонил менеджер. Есть вакантное место. Тебе деньги нужны? У Юли тоже был хороший пример, отличный. И я им тоже работаю, да, про то, что мне сейчас звонила моя знакомая, открывает интернет-магазин. Отлично работает, уводит от всех вопросов абсолютно от вас. И очень легко назначить телефонное собеседование без допроса вашего знакомого. На вопрос, что за работа, отвечаем, что писать долго. Давай дам твой номер телефона, менеджер тебе позвонит, все объяснит, сразу задашь вопросы. Стараюсь переводить сразу на телефон, ничего не рассказывать. Но на край можно дать вот такую краткую информацию, что у меня открылся мой интернет-магазин. Я занимаюсь тем, что через свою социальную сеть создаю для него клиентскую базу. Работа крутая, реально советую. Скинь свой номер телефона, либо вайбер, либо ватсап. Менеджер тебе позвонит, все подробно расскажет. То есть мы постоянно-постоянно переводим на телефонное собеседование. Фишка в том, что новичку, да, здесь вы видите, что мы переводим на спонсора. Когда вы только пришли сегодня в бизнес, да, и у нас есть такие люди сегодня на площадке, вам тяжело сразу рассказать, потому что некоторые моменты вы еще не можете объяснить. Но нужно действовать сегодня и сейчас, потому что каждый день он ценен, и время – это тот ресурс, который не восполняется. Поэтому уже сегодня нужно обязательно поставить качественную аватарку, нужно обязательно сменить статус, который высветится в ленте ваших знакомых, и они поймут, что что-то в вашей жизни поменялось. И уже по плану Юля, как говорила, да, 30-40, выставлять посты. Если вы в течение недели наполняете свой контент по плану, то у вас уже ваша стена будет выглядеть совсем по-другому. И люди, которые будут заходить на вашу страничку, они уже будут видеть вас соответствующему вашему статусу. Как Юля говорила, да, еще раз закрепляем, что если вы написали, что я жена-мама, что развиваю бизнес, значит, это все должно быть видно на вашей страничке через фотографии, через посты и так далее. Скрины просите, да. Статус, это, скажем так, его можно нечасто менять, но посты вы должны размещать минимально два раза в день. Минимально, потому что вы должны быть заметными вашим подписчикам. Вы должны мелькать в ленте для того, чтобы вам ставили лайки. И через эти лайки вы также будете заводить беседу и искать ключевых партнеров. И на самом деле это рекрутинг без спама, да. Вот я тоже проводила такой вебинар уже на эту тему, что это очень хорошо работает, это не вызывает агрессии, и работать нужно достойно, да. И плюс ко всему это легче, потому что, когда люди подписаны на вас, они через ваши посты с вами уже знакомятся, и с ними гораздо легче завести беседу. Гораздо легче. Даже если вы добавляете новых друзей, а их нужно добавлять ежедневно, потому что наша задача расширять круг знакомых постоянно. У вас должна быть правильно оформлена страничка, как Юля объясняла, и чтобы вы были интересным для людей. И через 2-3 дня человек уже как будто бы с вами знаком, да. Но главное, чтобы контент ваш был очень качественным. И вот здесь вот пример переписок, то есть люди ставят посты, да. Привет, Анют, там спасибо за лайк, да. Ну или просто это личная фотография. Я вот, например, очень много лайков собираю на фотки с детьми. На фотки с детьми собирается, ну, процентов на 20, наверное, больше, чем на посты просто о бизнесе, да. Если какая-то более прикольная фотка, люди любят, конечно, развлечения, да. И я не могу сказать, как правильно Юля сказала, что что-то там сверхъестественное такое, да, слишком смешное, неприличное, этого нет на странице. Но поразвлекать свою публику, люди любят улыбаться. Это тоже нужно делать. И здесь вы видите пример переписки, можете прочитать, да. Общаемся, общаемся, да. И как переводим, да. То есть мы пообщались, завели тему о том, чем ты сейчас на данный момент занимаешься, да. Некоторые говорят, дети дают эмоции, ага. Можно спросить, сказать там, если это действительно правда, что у вас есть какие-то общие знакомые, можно сказать, а я слышала там, что у вас повысилась зарплата, да, и человек говорит, ой, нет, и так далее. Тем самым вы уводите в тему дохода и работы, да. И вы пишете, что сейчас ищу толкового человека, который хочет через 3-6 месяцев дополнительно начать иметь 23 тысячи рублей. То есть, опять же, здесь работа через свою страничку в социальной сети, посты, все просто, может есть кто-то на примете. То есть здесь дан такой эффект, что предложение через третье лицо. То есть человек не хотел сделать предложение напрямую, да. Я тоже так делаю, потому что есть люди, которым, ну, я прямо не могу сделать предложение, потому что он воспримет его не так. Но когда делаю через третье предложение, они говорят, а мне интересно самому. Есть такой человек, это я, обычно мне пишут так. И договариваемся, опять же, о созвоне, о номере телефона. Это один из вариантов, как перевести лайк на телефонное собеседование. Есть вот такой вот, да. Спасибо за класс, всегда рада тебя слышать, да. Вы молодец, я очень рада за вас. Счастья, здоровья, всех благ. Это моя переписка с новичком. И она меня с кем-то перепутала. На самом деле, я, наверное, так часто мелькаю, так как у нее в подписчиках в ее ленте, то, наверное, там за то время, пока я была у нее в друзьях, она меня совсем уже за родной посчитала. Но потом выяснили, что они знакомы, да. И я пишу, да, здравствуйте, Екатерина, это было на следующий день. На первый день я не стала делать предложение, потому что у нас пошла немножко там личная переписка, утеплялась прям очень конкретно с Екатериной и такой интересный очень человечек, душевный. Как у вас дела, да, как себя чувствуете и так далее. Спасибо, вроде бы нормально, работа отвлекает, да. И здесь мы можем сделать предложение. Да, это точно. И опять разговор, разговор. Вот и хотела вам предложить еще одну возможность заработать, да. Открыл третий филиал, интернет-магазин, ищу администратора. И такой вот текст, значит, администратора, это не продажи, чему обучая, можно за 2-3 месяца работы выйти на 20 тысяч рублей, не бросая основной работы. Как вам такое предложение, могу подробнее рассказать. То есть я всегда, когда пишу, я не пишу, что могу написать подробнее, я сразу говорю, слово рассказать, чтобы потом человек не смущался о том, что вот как будто бы я вытягиваю из него номер телефона. Ну и здесь опять я предлагаю, конечно, созвониться. Все подробно объясню, отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Мне моя репутация дорога, поэтому за 5 лет работы никого не обманывала и не собираюсь. Можем через Viber, Skype или просто по телефону созвониться. Вам как удобнее. И номер телефона, пишу свой номер телефона, не всегда пишу сразу свой номер телефона, обычно пишу его после того, как мне дал человек. Я пишу, что окей, позвоню с такого номера телефона, чтобы человек взял трубочку. Но свой номер телефона даю всегда. Вот такой вот пример, да, Ирина Мельникова, директор нашего проекта. Ее личная фотография, да, на ГОА. И здесь пост, который входит в число 20%. То есть пост по бизнесу. Ищу активных людей в команду. Работа полностью ведется через интернет, не выходя из дома, можно из любой точки мира. Не продажи, никаких вложений, четкая пошаговая система работы, сильная команда. И на этот пост человек пишет. Ирина, привет, увидела у тебя на странице информацию о работе. А что это? Можно подробнее? Сижу дома, хочется зарабатывать и быть дома одновременно. Это возможно? Очень жду ответа. Ну и быстренько они обмениваются телефоном. И здесь мы видим уже идет следом и регистрация после созвона. Также один еще из примеров. Полностью всю переписку зачитывать не буду, потому что достаточно длинная. Но вы можете быстренько глазками пробежать. Это теплый контакт, лайк на фото ребенка. Мне поставила моя знакомая. И я уже пишу, что привет, спасибо за класс. Как дела? Чем сейчас занимаешься? Ты так же там где живешь? И так далее. Потому что мы очень давно не виделись. Это моя одногруппница. Здесь идет переписка о разных делах. Личная. И вот здесь идет предложение. Ильмир, я сейчас открыла третий филиал интернет-магазин. Ищу туда администратора. Вспомнила про тебя. Работа вся ведется удаленно. Можно легко совмещать с основной деятельностью. В основном зову на дополнительный доход, чтобы люди не пугались. Потому что людей, которые хотят полностью все оставить и заняться бизнесом, таких гораздо меньше. В основном люди ищут сейчас дополнительный доход. Но узнав о всех возможностях. И у нас самое главное, что есть такая возможность одновременно строить и развивать свой бизнес. Перспективы большие, но если решишь, может остаться твоим дополнительным доходом. Как тебе мое предложение? То есть это здорово, что у нас есть такие возможности развивать бизнес. И быть, это может быть вашим дополнительным доходом. Но, конечно, перспектива, вот я, например, на что пришла, меня это просто взбудоражило, что доход не ограничен. И смотрим вот здесь. Вот, да, следующий слайд. Так. Говорите о больших возможностях обязательно. Так, у нас один слайдик пролистнулся. Так. Вот такая еще одна переписка, да. Ответ на, опять, комментарий, да. Елена, добрый вечер. Вы поставили 5 плюс к моему посту о работе в интернете. Спасибо. Вам интересно узнать подробнее? И, опять же, мы выводим на номер телефона. То есть у нас... Как выводим? Такое предложение. Елена, у нас много вакансий. Если все описывать, можно новый том «Войны и мир» написать. Проще созвониться. Вам где удобнее? В скайп или на телефон. Ну и просто знакомая, да. Спасибо за класс. Как дела? Нормально? Как отдыхается? Привет, Наташа. Мы с тобой, когда начнем покорять онлайн-просторы. Начнем скоро. То есть лайк или класс – это самый простой способ завести разговор с людьми, да. И вы не напрашиваетесь этому человеку, а первый контакт сделал он. Вам ставят любую, да, реакцию, лайк, дизлайк. Вам написали комментарий, поэтому в постах вы можете задавать вопросы. И здесь вам очень легко начать разговор о бизнесе. Сейчас из этих примеров скажите, легко ли начать беседу со своим знакомым о работе? Напишите, пожалуйста. Если человек вам поставил лайк на фотку, легко ли будет завязать с ним беседу о бизнесе и предложить ему работу? Так, не вижу. Так, пошли плюсики, да. Легко. На самом деле это легко. И вы никому не навязываетесь. Это не вызывает абсолютно ни у кого негатива. И поменяв всего лишь аватарку, поставив качественную фотку, вы уже можете с 80 людьми завязать разговор. Юль, из 80 реально вот с 60 людьми можно будет нормально пообщаться и передать его контакт спонсору. Ну вот еще один, да, тоже поставили лайк на предложение о работе, это Инстаграм. Здравствуйте, Алена, меня зовут Анна, модератор не дает здесь много писать и не прислать запись. Вся информация по Вайберу или Ватсап, или Скайп. Мой номер телефона, да, вам где удобно получить информацию. И опять же, переходим на номер телефона. Итог, да. Меняем в первый же день аватарку. Ставим продающий пост, собираем телефоны по переписке. Любой отклик, положительный или отрицательный на ваш пост или фото, это повод завести беседу. Не затягивайте, делайте предложение и передавайте контакт, то есть Вайбер, телефон или Ватсап спонсору. Все нужно делать быстро. У вас замечательная информация есть сегодня, которая даст вам быстрый старт. Домашнее задание. Записываем. Вот первая часть это Юля дала, да, что вам нужно сделать. Выставить в чат скрины переписок, скрины ваших измененных страничек, да, облагородить странички. Начать общение со знакомыми и выйти на первые телефоны. Скинуть скрины переписок в чат «Новая волна». Да, то есть вам нужно предоставить хотя бы 10 телефончиков из 80 лайков, сделанных на вашу аватарку, вашему спонсору. Так, еще хочу...